так привет значит будем пытаться эту штуку воронить значит нам надо убедиться что это сталь а не силумен для этого нам понадобится магнитик в виде такой мышки вот то есть сталь да она здесь уже чем-то покрыта вот мы это зачистим абразивными инструментами обезжирим и попробуем заворонить часть погружением часть кисточкой поехали соответственно что такое воронение для чего оно нужно это метод защиты металла от ржавчины от каких-то воздействий да по сути это окисление классически существует два принципиальных варианта это горячее воронение холодное воронение горячее воронение это грубо говоря когда железку нагревают чем больше нагревают тем лучше и помещают в масло в оливковое можно в оружейное даже можно в машинное потом достают и дают маслу самостоятельно стекать для равномерного обволакивания и после этого запекают пояльной лампы способ вроде как простой и покрытие тоже достаточно долговечное вот но не всегда применимый есть способ холодного воронения химический способ оксидирования когда специальными веществами определенными покрывается стальное изделие и оно приобретает защитный цвет как правило там черный матовый и так далее существует несколько таких групп составов для холодного воронения но принципиально они особо не отличаются по применению в качестве набора для холодного воронения пришел наборчик сооружейной химии компании ультима через озон я его получил сейчас мы откроем тут заказе должен быть набор для воронения баночки специальная химия и два пузырька для чистки очистку немножко попозже посмотрим сейчас мы говорим про воронения так в общем вот здесь две баночки судя по названию это у нас шторм гель это у нас тоже паста для очистки о них мы посмотрим следующий раз а здесь у нас как раз баночка для воронения откроем вот так вот выглядит здесь есть такая пипе . да воронить надо на улице надо делать на улице потому что все таки какой-никакой химический запах присутствует вот но для того чтобы начать воронить нам надо сначала обработать вот этот дтк убрав зашкурив лишнее это вот покрытие да и заворонить его при помощи вот этого средства соответственно будем планировать нижнюю часть при помощи погружения в баночку среднюю часть при помощи кисточки до верхней части оставим такую какая есть и потом посмотрим как это все будет выглядеть поехали для начала нам надо очистить этот слой берем шкурку и вперед и 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 так ну как я и говорил мы значит разделим на три части я составим заводским воронением и немножко прикроем малярным скотчем нижнюю часть мы будем воронить методом погружения вот в эту баночку и тоже сейчас прикроем вот а среднюю часть будем в общем-то капельно при помощи этой пипетки воронить для этого нам понадобится значит такая вот тряпочка с теплой водой сухая тряпочка и тряпочка которой мы сейчас обезжирим эту часть при помощи спирта работать мы будем на свежем воздухе и в перчатках для того чтобы как бы обезжиренную поверхность не испортить и на свежем воздухе чтобы не дышаться парами несмотря на то что здесь не особо ядовитое но тем не менее все таки никакая химия будем сузить не капельку а смачиваем тряпочку и ровными движениями наносим на металл вот смотрите как быстро чернеет уже на глазах эффект кстати очень прикольно после первого этапа обработки тряпочки с теплой водой мы все лишнее смахиваем и оставляем сушиться на 20 минут после этого повторяем следующий слой делаем несколько слоев для того чтобы хорошенько пропиталась железяшка наша вот и со временем при впитывании и высыхании да она будет набирать более глубокий цвет и матовость посмотрим оставляем пока сохнет так 20 минут прошло сейчас второй слой делаем хорошенечко смачиваем хорошенечко смачиваем нашу нитканную тряпочку и наносим быстрыми но точными движениями по всей поверхности вот и на этот раз оставляем высохнуть насухо тоже по технологии немножко ветошью протираем смоченной теплой водичкой и оставляем еще на 20 минут в зависимости от качества металла которым мы подвергаем матовыми черними ветошью или в ранению могут проступать такие белесые или там коричневые пятна после воронения да это такие внутренние элементы ржавчины они в принципе тоже легко смываются раствором теплой воды смоченным в тряпочку либо мыльным раствором опять же на теплой воде вот и само воронение от этого не страдает значит сейчас мы проведем третий этап воронения да мы видим что можно насыщать много раз там чем больше слоев делаешь тем более плотное воронение и матовое появляется на нашей железяке пластическим образом из этой пипеточки мы смачиваем вот этим вот синеньким раствором Black Phoenix от Ultman 762 и наносим третий слой даем ему впитаться сейчас мы соответственно чтобы не тратить время сделаем воронение погружением налив сюда немножко этого вещества а заодно вот такой вот у нас есть уже обезжиренный топорик на него сейчас капельку капнем и посмотрим как она будет себя чувствовать уже ржавчина кстати есть вот так в общем мы наливаем сюда этого прекрасного средства прекрасность его мы пока проверяем но в целом пока выглядит многообещающе вот запускаем таймер на 5 минут и погружаем его сюда так единственное не очень много сейчас немного побольше нальем средства жадничать не будем если что его приобретем еще отдельно чтобы более глубокое погружение было подольше то есть но в и и и Так, и что мы видим? На самом деле мы видим здесь не очень правильное использование, потому что погружать-то в принципе-то и не надо, потому что это приводит к некому тому ржавелению. Вот, мы это сейчас протрем, вот, и мы... Так вот видим эффект. На самом деле самодеятельностью заниматься, в общем-то, не надо, достаточно действовать по инструкции. Вот, и погружение даже на 5 минут, ну, где-то это избыточная история, несмотря на ровный матовый раствор. Для достижения ровного слоя ранения мы оставшуюся часть сейчас тоже так же обработаем. Вот, и здесь сразу видно, как быстро он начинает чернить. Кстати, вот этот Ультман 7 часа 2, он абсолютно не вонючий, и, наверное, я несколько перестарался то, что делать на улице. Вполне это можно было делать и дома. Вот, и теперь даем этому делу высохнуть. Ну, и при необходимости можно нанести еще несколько слоев, и тогда будет еще более глубокий матовый свет. То есть средство сходу вроде как достаточно хорошее. Не жалею, что оно попало мне в руки, и, в принципе, всем, наверное, рекомендую пользоваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова